Со следующими нашими участниками лучше не встречаться в темном переулке тем, кто намерен кого-нибудь ограбить или обидеть. Молодежное общественное объединение Белорусская Федерация Контактного Карате. Участникам от 7 до 31 года. Себе ценят целеустремленность и настойчивость. Мы представляем Молодежное общественное объединение Белорусской Федерации Контактного Карате, которое существует 15 лет уже. В городе Борисове с самого своего начала существования мы ведем занятия по контактно-спортивным единоборствам. Занимаются у нас дети, начиная с 6 лет, и есть отдельные представители, которым уже за 30. Это упражнение называется «Змейка». Развивает спонтанную реакцию человека на изменяющую ситуацию во время боя. Одно из правил нашей школы, что противников минимум двое. Человек должен быстро сориентироваться в ситуации и принять наиболее оптимальное и единственное правильное решение. Таким образом мы это тренируем. В спортивных единоборствах, там, где разрешены удары ногами, растяжка играет очень большую, но не основную роль. Растяжка должна быть умеренной для того, чтобы выполнять высокий удар, но не слишком гибкой, как в гимнастике, например, дабы сила удара не падала. Сейчас работаем только передней ручкой. Мы одновременно работаем. Это упражнение заставляет человека больше активно работать левой рукой. Она, как правило, подготавливает ситуацию, а уже ударная правая завершает комбинацию. Но опять же есть ситуация, когда, например, правая рука бывает травмирована. Когда бой можно выиграть только с помощью левой руки. Ну, вот это наши самые младшие товарищи. Значит, один – это сын нашего стволового спортсмена Геннадия Домовича. У него третий дам контактного карате. Это сын Леон. Он держит лапу. Ну, а второй племянник нашего, тоже Гришкова Дмитрия. Тоже уже, как бы, второе поколение подрастает бойцов. Контактное карате зародилось в 70-е годы. Это в США и в Европе. На основе различных восточных единоборств английского бокса. Ровная спина признак непохожности. Давай, работай. Любые единоборства несут с собой нагрузку в определенную философскую систему. Потому что человеку в руки дается оружие. И без какой-то моральной и волевой подготовки просто давать человеку в руки оружие – это просто преступно. Поэтому идет обязательно воспитательный процесс. В нашей школе, например, всячески запрещено, во-первых, проходить мимо несправедливости. Во-вторых, применять бездумно технику, которую они получают. Человек должен выходить всегда победителем, не применяя свою технику. То есть опять же делаем шаг и... Колькинечка, убьешь. Своего врага. Хорошо. Я всех победил. А что делал? Дрался. Учился драться. За 15 лет мы приняли более чем 90 турниров. В принципе, ни разу не уехали без призовых мест. На сегодняшний день у нас клуб подготовил 6 человек, которые чемпионами республики стали в различных направлениях. От кикбоксинга, тайландского бокса до ушу сианга. Ну, это спарринги, которые... Спарринги – это поединки, спортивное направление. Их несколько вариантов вообще в мире существует. Есть условно ударные, условно борцовские, смешанные. В данном случае показывается именно ударная техника, в основном. Это правило ушу, кикбоксинга, тайландского бокса. Вот это идет элемент смешанного боя. Тут попросил ребят продемонстрировать технику бросков. Вот это отрепетированная, в принципе, техника. Правда, парень у нас травмирован. Уже до этого был. Вот. В смешанных единоборствах допускаются удары руками, ногами. Плюс броски болевые и удушающие приемы. Ну, вот в белом кимоно – это наш десятикратный чемпион Белоруссии по контактному карате. По кикбоксингу он был тоже чемпионом. Виктор Колосовский. Он у меня занимается с 12 лет. Сейчас ему 28. А ассистирует ему Гришков Дмитрий. Чемпион по абсолютным боям СНГ. Абсолютные бои – это смешанный вид единоборств, где допускаются броски, болевые удушения, удары. Ну, вот наши ребята, которые занимаются, в принципе, недолго. Тем не менее, они съездили на турнир по тэквондо международный. И из шести человек пятеро заняли медали. В том числе первое место Гринкевич наш. Ну, и остальные ребята тоже хорошо показали себя, проявили. Мы ни разу не нарушили правила, но достойно. Скажите, а в вашем клубе есть какой-нибудь свод правил, которых вы должны придерживаться? Ну, у нас три основных правила. Это первое – тренироваться для пользы какой-то и обществу, и самому человеку. Ну, и второе правило – это взаимопомощь. Скажите, а в каком возрасте можно заниматься спортом таким? В принципе, можно заниматься с любого возраста. Мы берем с шести лет. А были такие случаи, что вы кому-нибудь отказывали, не брали к себе? Ну, как бы отказывать нет, но были случаи, когда мы просто выгоняли людей. А за что вы их выгнали? Некоторых за то, что дрались, потоластались. Вот, и несколько человек у нас было исключено за то, что оставили друга в беде. Можете сказать нашим телезрителям, которые тоже хотят прийти в этот спорт, что-нибудь напутствующее? Ну, длинный путь начинается с короткого шага. А теперь рубрика «Незачет». В эту рубрику попадают те, кому немножко не хватило мастерства. За участников этой рубрики голосовать не нужно. Зато вы можете присылать смс-сообщения в их поддержку.